Калифорния Pictures Corporation представляет Гарольд Ллойд в фильме Грехи господина Дидлбока В фильме также снимались Джимми Конлин, Реймонд Уолберн, Руди Вейли, Эдгар Кеннеди, Арлен Джардж, Фрэнтлин Пенкборн, Лайонел Стендер, Маргарет Гамильтон, Джек Нортон и другие Композитор Вернер Эр Хейман Оператор Роберт Питок Автор сценария и режиссер Брестон Стюрджес Футбольный матч, который вы сейчас увидите, был снят в 1923 году Для фильма «Новичок», в котором снимался Гарольд Ллойд История о мальчике на побегушках, который считал себя членом команды Тейт против Юнион Стейт Давай! Тейт против Юнион Стейт Тейт против Юнион Стейт КОНЕЦ 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 Да! КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Давай! Тейт-6, Юнион Стейт-3 Тейт-6, Юнион Стейт-3 Тейт-6, Юнион Стейт-6, 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 Ю Ну что же, я помню вас и рад, что вы пришли. Спасибо. Хочу вспомнить, вы играли в футбол или в хоккей? В футбол, мистер Олдерри. Конечно, и я сразу предложил вам работу. Для меня это обычная практика. И вы получите эту работу. Обещал, значит обещал. Мои слова как векселя. Рукопожатие словно чек. А мой чек, это тот, кто теряет честь, теряет все. Точно. Обычно мы не берем на работу людей со стажем. Мы делаем по-американски. Мы делаем так, чтобы они становились кем-то сами. Создаем им все условия. Представляете? Вы смотрите вниз с высоты той горы, на которую забрались. И говорите, неужели я сам всего этого добился? Неужели это я сделал? Да, сэр. Прекрасно. Вы разбираетесь в рекламном бизнесе? Ну, я... Прекрасно. Тогда будете учиться сами. Начнете с нуля, заберетесь на гору, и ваш успех предстанет в более величественном виде. Каждый человек сам строит свою судьбу. Отлично. Я полон идеями. Они так рвутся наружу. Берегите свои идеи. Не выдавайте их сразу. Наш отдел очень пригружен работой. Так бывает постоянно. Свободных мест нет, но не расстраивайтесь. Я определю вас в другое место. Найду вам место в бухгалтерии. Надеюсь, вам там понравится. Мой совет вам обеспечен, но полагайтесь, поставлю на себя. Спасибо. Но мои идеи так и я вам завидую. У вас перспективное будущее. К сожалению, мой отец больше не работает с нами. Надеюсь, у вас еще нет личных сбережений. Нет, я... Прекрасно. И, возможно, это ваш единственный костюм. Не совсем. Это другой костюм. Ясно. Да, ерунда. Не по одежке судят человека. На самом деле, говорят, что человек делает одежду сам. Успех прямо за углом. Уоррен Джи Хардинг Кэльвин Кулич Герберт Сигувер Франклин Рузвельт Гарри Трумэн Диддлбок, слушаю. Босс хочет тебя видеть. Меня? Меня? Ну, ладно. Войдите. Вы хотели меня видеть? Как это не печально, но я хотел бы с тобой поговорить. Сколько ты здесь работаешь? 20 лет. Точнее, 22 года. Долго. Но мне кажется, что я только что начал работать. Прошло много времени, и столько президентов сменилось. Так и есть, Сорпита. Это тоже изменился. Тоже. Не понимаю, к чему вы клоните. Не понимаю, к чему вы клоните. Я стал старше, но я уверен, что я в вас верил. Думал, что вы сможете чего-то добиться. Вы полны энергии и пыла. Я помню, когда я уйдал спервые, трибуны были полны, толпа следила за вами, и вы неслись, размахивая тремя клюшками. Что? Точно, это был хоккей. Да, тогда вы были в форме. Нет, 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 теперь уже это не важно. Человек определяет свое будущее своими поступками, а фирма молода, пока в ней работают молодые. Мой отец увольнял людей после 50-ти. Таков был его краеугольный камень. Лично я не способен на это. Со мной человек остается молодым, пока в его голове витают идеи. Да, сэр. Даже я закрываю глаза на всякие оплошности, которые допускают наши сотрудники. Мой отец был близоруким и думал, что все служащие выглядят детьми. Ну, я... Конечно. Но, к сожалению для тебя, у меня отличное зрение. Ты перестал развиваться, стал пятиться назад. Ты не только начал деградировать, но и перестал думать. Год за годом ты совершаешь одни и те же ошибки. И каждый раз извиняешься. Ты стал мешать нашей работе. Ты живое подтверждение низкого качества работы нашей фирмы. И плохой пример молодым сотрудникам, которые думают, что если тебе это прощается, то им и подавно. Но... Никаких «но». Я купил тебе швейцарские часы. 18 карат. На крышке выигрывано. Лучшие пожелания за 20 лет безупречной службы нашей фирмы. Я готов вручить их тебе. Еще чек. 2946 долларов и 12 центов, которые ты накопил, поручив свои сбережения нашей фирме. Удивлен, но прошло 20 лет. У меня было больше денег. Я вложил в оборотный капитал фирмы. И вы помните, что случилось в 29-м году? Да, конечно. Мы все потеряли. Простые служащие, руководители. У нас были общие интересы и так далее. Удачи и прощай. На самом деле, для меня твое увольнение станет большой потерей. Намного больше, чем для тебя. Большое спасибо. До свидания. Не расстраивайся. Спасибо. Это был футбольный матч. Я играл в футбол. Мне очень жаль. Спасибо. Выдай наличными. Больше не будешь у нас хранить деньги. Хочу получить расчет. Достану сейф и принесу на твой стол. Спасибо. Купи себе парик. Зачем? Узнаешь. Держи. Спасибо, Чарли. Распишись. Спасибо, Гарольд. Пока, Чарли. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Можно с вами поговорить, Мисотис? Конечно, мистер Дедлбок. Наедине? Хотелось бы. Давайте отойдем. Нас никто не заметит. Прекрасно. Я к вам присоединюсь. Мисотис, я... Слушай, мистер Дедлбок. Слушай, мистер Дедлбок. Мисотис, когда ваша сестра пришла на эту работу примерно 17 лет назад, я влюбился в нее, она была прекрасна. Я знаю, она рассказывала, что вы в нее влюбились. Правда? Я был очень влюблен. Но в тот момент я не мог даже думать о браке. Я знаю. Она поступила правильно. Не стала меня ждать и вышла замуж за другого мужчину. В тот момент я почувствовал, что моя жизнь кончена, и я не смогу полюбить вновь. Но солнце иногда выглядывает из-за туч. Я знаю. Тучи рассеиваются. Точно. Потому что когда пришла сюда другая ваша сестра, я влюбился в нее еще сильнее, чем в ту сестру. Она мне рассказывала. Гортензия ревновала. Ей не стоило волноваться, потому что когда Эрмита вышла замуж, и ее место заняла другая ваша сестра, мне показалось, что все, произошедшее ранее, было лишь наваждение. Она мне тоже это рассказывала. Ваши сестры были одна красивее другой. Ваша мать старалась каждым годом все больше и больше. Спасибо. До вас я еще не дошел. И когда она убежала с этим моряком, я был в шоке. Нам всем это не понравилось. Ведь я собирался сделать ей предложение на следующий день. Я не знаю. Признание лежало у меня в кармане. Я сделал некие изменения, потому что признание было обращено к гортензии. Не может быть. Никогда в жизни я так сильно не переживал. Думал, что не смогу улыбаться больше. И появилась Марджи. Точно. Она была лучше всех. Мама уже натренировалась. Тренировки идут на пользу, и я влюбился в Марджи. Правда? Она не знала об этом. Я переживал, пока ваша сестра Клара не пришла сюда работать. Почему они сделали ей предложение? Она нравилась вам? Я поклонялся ей, как богине. Но только в тот момент муж моей сестры решил откинуть копыта. И... То есть он умер. И не оставил ни гроша. И мне пришлось содержать... его семью. Вот так. Бедный мистер Диддлбок. Наверное, сразу же влюбились в Розмари? Конечно. Я не мог устоять ни перед одной из дочерей вашей матери. Я просто не мог. Не мог. Что вы хотели сказать? Я... Вы, видимо, заметили, что я влюбился в вас с тех пор, как вы пришли впервые на работу. Вы это заметили? Я подозревал это, и сестры меня предупредили. Конечно. Я был знаком с семерыми красавицами и всех упустил. Бедный мистер Диддлбок. Сегодня меня уволили. Не может быть. Это я и хотел вам сказать. Не знаю, что со мной будет, и вряд ли мы еще увидимся. Так что возьмите... Возьмите это. Когда-нибудь вы встретите молодого человека, который вам понравится, и у него будет все, кроме обручального кольца. Вы возьмете это кольцо и... Ну... Ну что ж... Субтитры сделал DimaTorzok Успех прямо за углом. Требуется клерк, повар, рабочий на фабрике по производству сигар. Я забыл свои деньги дома и ушел. Вы не могли бы подкинуть 4 доллара? Вы не могли бы дать 4 доллара? Следа мой счастливый день. Сегодня на ипподроме бега. Постойте, постойте, вы не могли бы одолжить мне 4 доллара? Они мне очень нужны, они мне необходимы. С деньгами нелегко расставаться. Какие приятные воспоминания за то. Может, 2 доллара? Тот, кто дает взаймы, убивает дружбу. Но мы не друзья, я вас впервые вижу. Отличный аргумент. Может, 4 доллара? Я вчера сильно потратился. Возьмите, если вы уж такой меланхолик. Но, может быть... Что? Может быть, вам помочь? Святой Моисей. Ладно, вот. Какая разница? Вы классный парень. Подружьтесь со мной и разбогатеете. Спасибо. Я копил деньги 20 лет, и мне это надоело. Представьте, рабочий, проработавший всю жизнь, на стекольном заводе захочет схватиться за молоток. Вы работаете на стекольном заводе? Вовсе нет. Вам этого не понять. Но нужно выпить. Нет, я не пью. В моей семье никто не пил. Это зло. Вы такой щедрый, но я... Я сказал, я не пью. Вы не понимаете? Учиться никогда не поздно. Старую собаку новым трюкам не научишь. Каждая собака заслуживает награды. Не будите спящую собаку. Лающая собака не кусается. Тот, кто спит с собаками, просыпается с блохами. Минутку. А как насчет вина для пищеварения? Пойдет на пользу? Кто сомневается, ничего не получает, знаю. Вино веселит душу. Стоит пророку или священнику выпить немного вина, им хочется вкусить еще. Поэтому трудно определить, что такое добро, а что такое зло. Исайя 28. Вы меня подловили. Что вы предлагаете выпить? Только не крепкое. Насколько глубока ваша печаль? Откуда вы знаете, что у меня проблемы? Я многое в жизни повидал. Понял. Слышали о техасском торнадо? Ни разу. Вы будете удивлены? Пойдемте. Что? Давайте. Постойте. Идемте. Мне не стоит ходить с вами. Быстрее. Не бойтесь, с вашими деньгами ничего не случится. Умные люди следят за деньгами. Очень хорошо. Пойдемте. Не бойтесь. Доброе утро. Что будете? Поднакомься с моим другом. Он одолжил мне денег. Великолепно. Нужно отметить. Мистер... Диддлбок. Гарольд Диддлбок. Диддл что? Диддлбок. 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 Я думал, Диддлбанк. Нет. Этот Диддлбок... Банк... В чем дело? Бок. Бок. У него проблемы. Какие? Будет пить впервые. Впервые? Просто невероятно. То есть впервые утром или вообще впервые в жизни? Я раньше вообще не пил. Теперь я уж точно... Великолепно. Он ни разу не пил. Вы пробудили во мне творца. Был толчок. Пойнуйтесь ему. Покурите сигару. Сигару? Я приготовлю кое-что, что вы будете помнить всю жизнь. Только не очень крепкое. Вы меня понимаете? Вы ничего не почувствуете. Может, техасское торнадо? Это обычный коктейль. Его пьют, чтобы отвиснуть. Но сегодня... Сегодня... Просто праздник. Я уже слышу органную музыку. Я бы не хотел... Вы же понимаете, такие случаи не часто упадают человеку, который любит свое дело. Скажите, мистер Диддлбок. Где вы родились? В Небраске. Кукурудный штат. А год? 1901. В этом году... Производили отличные напитки. Сейчас подумаю... Подумаю... Так... Не для каждого я достаю эту бутылку. Я бы не хотел... Я справлюсь. Он справится. 1901. Начало века. Появление новых звезд. Надеюсь, что я смогу сделать коктейль, подходящий вам. Или вы не верите в астрологию? Не придаю этому значения. Это для меня? Не верите в звезды? Верю я. А в удачу? Что? То же самое, что и успех за углом. Итак, пара вопросов. У вас горячий или охлажденный коктейль? Что? Катание на коньках или велосипеде? Я катался на... Значит, охлажденный. Охлажденный. Итак, сладкий, терпкий? Я не... Какой кофе пьете? С молоком. Вот ответ на вопрос. Предпочитаете душ или ванну? Есть душ, но в ванной можно поскользнуться на мыле. Водка. Что? Выпил, и вам все безразлично. Даже если на змею наступите. Минутку. Последний вопрос. Розмарин или полынь? Кто? Бенедиктин или абсент? Что? Чем зубы чистите? Сузодонтом. Понял. Если это мне, то отдайте ему. Настоящий творец. Прекрасно. Я бы не хотел... Мы зовем его профессором. Положитесь на него. О, Господи. Господа, Дидлбок. Оригинальное название? Вы очень добры. Да нет, не за что. Не против, я попробую. Конечно, вам нужно попробовать плоды своего труда. Берите пример с меня. Ваше здоровье, мистер Дидлбок. За вас, мистер Дидлбок. Великолепный вкус. Очень благодарен. Но зачем вы сделали так много? Не думал, что придется пить коктейль, названный в мою честь. Отличный запах. Пьется мягко. Пейте залпом, не советую. Хотя мне кажется, что коктейль должен действовать постепенно, как девушка, которая вначале невинна. Поэзия. За невинность. Поддерживаю. Пью залпом. Выпил, как эксперт. Добро пожаловать в наш круг. Я принят? Полноправный член клуба. Очень приятно. Добавить? Одну каплю. Как вам удалось передать такой букет вкуса? Это палитра. Видимо, здесь есть алкоголь. Не буду обманывать. Есть. Ничего себе. Мастерство не пропьешь. Он профессор. Ни один барбан не сравнится с ним. О, Господи. Замечательно. Бархатный вкус. Кто тут кричал? Вы тоже слышали? За невинность. За невинность. Откуда доносятся эти крики? Вы тоже слышите? Вам не стоит пить все сразу. Коктейль Диттлбок не прошел проверку. Вы первый раз его пьете? Это же лимонад. Еще крошку или лучше ведро? Минутку. Что ты несешь? А ты что уставился? Ничего. Шевелись. Что это за крики? Что тут за крики? Я тоже это слышал. Все нормально, Майк. Вроде как крик, не крик. Больше похож на... В чем дело? Не хотите выпить со мной? Нет, я на работе. Диттлбок это не совсем... Диттл что? Я приготовил бы коктейль. Фруктовый коктейль с сексуальным налетом. Ладно, я пошел. Спасибо. Отличный парень. Самый лучший. Опять. Клянусь, я что-то слышал. Это похоже на крик. Рад, что заметили. Я тоже слышал. Да, ладно. Я им говорил, по-моему, это было чем-то средним между рычанием монгольской рыси и раненым лосям. Вы слышали рысь? Нет. А раненого лося? То же самое. Жаль. Он облизывается, что аж язык наружу. Налейте ему. Следи за своим языком. Хватит пить эти коктейли. Между прочим, сейчас всего 11 часов утра. Он с тобой разговаривает? Постой, постой. Офицер, мой друг маленький, но у него золотое сердце. И я не потерплю ваших высказываний. Когда я был в отчаянии, кто согрел меня своей дружбой? Не мой босс и не сотрудники на фирме, с которыми я трудился больше 20 лет. И не городская полиция, чья служба оплачивалась из моего кармана и за чью форму мне приходилось платить, чтобы зимой им было тепло, а летом не жарко. Меня согрел этот человек, который предложил мне дружбу. Вы понимаете меня? Понимаете? Разберитесь с ним. Минутку. Я видел его. Кого? Крикуна. Он прячется там. Наверное, это псих. Я никого не вижу. Что это значит? А кто этот псих в очках? Это вы, мистер Дидлбок? Я? Он не похож на меня. Посмотрите на воротничок. Это же дерьмо. Всё так плохо. Давно я в таком состоянии? С того момента, как мы с вами познакомились. Какой ужас. Пугало. Этот костюм, шляпа. Лицо. Лицо лучше, чем всё остальное, мистер Дидлбок. Я бы не доверился человеку с таким лицом. Но я не думаю. Уверены, что это я? Конечно. Где парикмахерская, ателье и так далее? Этот ужас следует устранить незамедлительно. Наверху, только... Что? Присядьте, пожалуйста. Зачем? Я устал? Вот в чём беда современного человека. Он не умеет расслабляться. В нём не осталось сил. Посмотрите на отцов-основателей. Вспомните Вашингтона, Линкольна, отцов-основателей. А потом взгляните на меня. Вы цирюльник? У нас завёлся леопард? Всё нормально. Человек тогда был человеком с большой буквы. Купите себе нормальный костюм. Ваш выглядит отвратительно. Он пахал землю, поворачивал спять реки, приручал дикую природу, строил жилища под тенью крыльев орла. Его голос грохотал, как гром. А в итоге... В итоге, к чему мы пришли? Я спрашиваю и отвечаю. Он мёртв. Мертвее, чем варёные креветки. Спасибо за внимание. Вы в порядке? Цирюльник и портной правят всем миром. Цирюльник и портной. Не забудьте, что вы намешали, чтобы такое не повторялось. А что там плохого? Забыть ли старую любовь и не грустить о ней? Забыть ли старую любовь и дружбу прежних дней? Примерьте, мистер Дидлбок. Обратите внимание на приглушённые тона. Вы как будто специально шили, чтобы можно было спрятаться в нём в кустах. В этом не спрячешься. Правда? А вот эта яркая клетка. Вы сами говорили, что хотите посмелее. Я шил это для дрессировщика. Я слышу, как он лает. Остроумно. Надо было зайти рано утром, когда вы ещё спите. Уже опытались. Может быть, этот примерите? В полоску. Зачем? Мы подумали, что этот костюм слишком ярок, а вам нужно что-нибудь помягче. Правда? Клетка в клетке. Мне становится от этого дурно. Правда? Ты не права. Привет. Это просто клевета. Кто это? Мой друг, мистер Дидлбок. Измеряем талию. Получается 32 размер. Прекрасно. Я вернусь мигом. Вы извинитесь на глазах. Поболтаем потом. Минуту. Зачем вы отдали ему деньги? Сейчас морду начищу. Минутку. Это мой друг Макс. Он ставит деньги на козла. На этого козла? Послушай. Нет, я поставил, а он продул. Зачем ставить на козла? Ставьте на лошадей. Они бегают быстрее. Вы правы. Козёл проиграл? Точно. Теперь пора превратить поражение в победу с помощью манёвра. Да, сэр. Кто участвует в следующем забеге? Подоконник, мясник, старый пропеллер, лисий нос, перешница, бешеная Мэйзи, радость, ну и кличка, лихой велосипедист, Эмилина. Эмилина? Эмилина? Ползёт, как черепаха, приходит в конце. Ставки 20 против одного. Мою тётю так звали. Неужели? Была ниже моей мамы и толще. Красавица. Невероятно. Не ставьте на неё. У неё были красивые голубые глаза. Только 30 к 1. Никто не поставит больше 15. Я всё равно поставлю. Вы понимаете, что вы говорите? У нас есть право выбора. Точно. Мой выбор, Эмилина. Наверное, красивая коза. Это лошадь. Отлично. Лошади быстрее бегают. Не хочу вас торопить, но если вы поставите на... 15 к 1 на Эмилину. Пусть выиграет. Ставлю 1000 баксов. Тысячу? 1000 баксов? Наличными? Куда класть? Успокойтесь. Нет, деньги-то всего лишь бумажка. Что стоит их напечатать ещё? Они всегда рядом. Не говорите так. Пока живёшь, рискуй. Ставки на Эмилин. 15 к 1. Что это значит? Вы не знаете, Эмилин. Деньги у меня. Давайте деньги. Вы уверены? Ещё бы. Но делаю ставку. Это не моё дело. Но вы уверены? Конечно нет. Если я увлёкся, то меня не остановить. Считайте, что вы покойник. Ладно, я готов сделать ставку. Слышите? Слышите? Ставка сделана. Может, не лучше, но всё же ставка. Ну так. Старый пропеллер вырвается вперёд. Вторым подоконник. Бешеный Мэйзи третья. Мясник четвёртый. Я тоже хочу послушать. Хватит. Они идут друг за другом. Старый пропеллер впереди. Подоконник. Бешеный Мэйзи. Приджает на голову. Мясника. Затем идёт подоконник. И впереди... Вот и я, мистер Динбок. Я вам кое-что принёс. Затем мясник. Теперь примерьте и посмотрим на вас. Ладно. Вы не могли бы выйти? С удовольствием. Давайте помогу вам. По кругу идёт. Мэйзи спотнулась. На неё налетел мясник. Ваш размер. Спасибо. Какой шум. Затем подоконник. Это как раз то, что нужно примерить. Пожалуйста. Бешеная Мэйзи сбросила наездника. Что? Она сошла с ума и продолжает. Так, отлично. Прелестно. Бешеная Мэйзи впереди на корпус. Затем старый пропеллер. Мясник. Нет. 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 Безумная Мэйзи? Нет. Нет. Что? Эмилина впереди. Эмилина. Уже третья. Вторая. Неплохо. Не подходит. Эмилина впереди. Это финиш. Они приближаются к финишу и пересекают черту. Эмилина. Эмилина. Затем бешеная Мэйзи и старый пропеллер. Подходит. Эмилина победила. Просто класс. Хэ-ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Вставай, вставай, лентяй поганый. Проснись. Я работала до седьмого пота, чтобы наш дом прилично выглядел. А мои дети были чисты в своих помыслах. И вот моя награда... Ты ввалился в дом за полночь в состоянии... Что в этом такого? Но где ты был всю среду? Всю среду? Всю среду? Ты пил? Вот что ты делал. Наверняка валялся в кустах. Что ты несёшь? Я в жизни не пил. Ты приехал на лошади. На лошади? Перебудил всех соседей. Верхом? А когда соседка выглянула и сказала, что нужно спать по ночам, ты ответил, что ночь создана для любви. Неужели ты забыл? Я так сказал? Не сказал, а спел. Где мой костюм? Ты вернулся домой вот в этом. Что это? Лошадиное седло? Лошади это бы подошло. Я ходил по улице в этом? Ехал на лошади. Меня видели? Ну, конечно, нет. Ты вовсе не привлекал внимания. Цена 45 франков и цена по курсу в долларах. Может, вернуть и забрать деньги? Я сомневаюсь, что получится. Смотри, что было на голове. Нравится? Сними, я ужасно себя чувствую. У меня было несколько тысяч долларов. Я забрал свои сбережения и... У меня было несколько десятков тысяч долларов. Да, конечно. Говорю тебе, где мои брюки? Ты их выкинул в окно. Там были деньги. Деньги? И куда же делись эти деньги? Позволь тебя спросить. Потерял? Есть такая вещь, как козлиные бега. Козлиные бега? Это была мама. Мама тоже скакала. Точно. Ангелочков там не было? Лошадиные бега. Ты знаешь, что это? Что ты несёшь? Я поставил на Эмилин. Помнишь тётю Эмилин? Затем я забрал 15 тысяч долларов, которые выиграл на Эмилин. 15 тысяч? Точно. 15 к одному. Я забрал 15 тысяч и затем поставил на... Маму. На пчёлку. Ты что, не помнишь, как звали нашу маму? Помню. И она выиграла? Я полагаю, да. Ты выиграл просто миллионы. Помню какого-то мужика. Красивая девушка. Я с ними танцевал. Вокруг нас был чудесный сад. Уже представляю. Потом этот Джейк, он всё время улыбался. Он всё время улыбался, как акула. Он сказал, давай наличные, полезь в карман и вытащи деньги. Так и сказал. Точно. Но правительству не понравилась такая огромная сумма денег, и они сказали, что это не патриотично. Для него. Да. Они хотят, чтобы ты вложил всё в облигации. Он ответил, облигации? Когда речет об облигациях, то значит, нужно вложить свои деньги во что бы то ни стало, брат Диддлбок. И что за предложение? Не помню. Тогда я скажу, что было. Это был похмельный сон. Лошади приснились тебе в кошмаре. А деньги их как не было, так и не будет. Потому что ты неудачник. Одевайся и иди в свою контору. Ты должен понять, что с тобой ничего не случилось. Но что я мог делать всю среду? Только не говори, что ты простыл. Хватит врать. Я тебе не верю. Нужно найти свои брюки. Господи. Теперь ты поймёшь, что это был не сон, а я выиграл свои деньги. Вот, посмотри. Очень странно. Доброе утро. Доброе утро. Мне за вами или вы сядете? Вы со мной разговариваете? Конечно. Я спросил, мне за вами или вы сядете? А почему я должен ехать в этой повозке? Это ваша повозка. Вы купили её во вторник. Моя повозка? А лошадь? Естественно. Как же иначе? Повозки двигаться. А как я всё это оплатил? У вас была куча денег. Вы были очень щедры и незадумываясь купили повозку. Я был щедр? Вы напомнили старые добрые времена. Да, вы незадумываясь клали в руку 20 или 50 долларов. И мне порой казалось, что вы даже чересчур щедры. А вы не заметили, что я сделал с оставшимися деньгами? Хотя бы с частью. Вы с ними вольтно обращались. Женщины были у ваших ног. У моих ног? Вы были очень пьяны. Не могли встать. А женщины обожают щедрых мужчин. У меня есть предложение. Я могу продать вам повозку и лошадь в придачу. Но вы заплатили за месяц вперёд и наняли на постоянную работу. Мне не хотелось бы вас огорчать. Простите. Вы не помните лошадь по кличке Пчёлка? Выиграла во втором году? Да, конечно. Легко вспомнить. В забеге в 21-м. И что же я сделал? С выигрышем. Точно. Где я провёл всю среду? Это было как в старые добрые времена. Вы звали меня Алджернон. Вас зовут Алджернон? Меня зовут Томас. Но вы всё время забывали моё имя и звали меня Алджернон. Иногда Магбет и даже пару раз Отелло. Простите. Доброе утро. Я думал, что вы будете там, но вас там не было, я пришёл сюда. Доброе утро, Гамлет. Доброе утро, Орни. Как нам раздобыть завтрак? Завтрак? Им хотелось бы позавтракать прямо сейчас. Кому хотелось бы? Льва. Вы что-нибудь слышали о львах? К счастью, нет. Это цирковые львы. Я с ними уже два дня. Вы не представляете, как там воняет. На какой цирк вы намекаете? На ваш. Какие же тут намёки? Мой цирк? Кто сказал вам, что у меня есть цирк? Кто сказал? Вы сами отправили меня присмотреть за ним в самый разгар вечеринки. Я только поладил с этой блондинкой, а вы отправили меня в цирк. Ваш слон прыстал мне в лицо ледяной водой. Ну ладно, это всё ничего. Откуда я взял этот цирк? Счастливчик Леопольд. Дал вам его взамен денег, которые вы у него выиграли. А ему цирк приголбил Хичкок. Значит, я всё-таки выиграл, поставив на пчёлку? Конечно. Вы мечтали о цирке всю жизнь. Мечтал о цирке. Да, и получили. Ваша мечта осуществилась. Ясно. И теперь надо кормить кучу голодных зверей. Я думаю, что это маленький цирк, в котором один лев и парочка дрессированных птиц. Один лев. Я с них начал, потому что они рычат громче остальных. У вас 37 львов. 37? Да, 37. Кроме того, у вас есть 14 тигров. 14 тигров? Кроме того, 7 медведей, ягуары и одна пума. Какая пума? Слушайте, у вас ещё есть лошади в конюшне. И где же находится весь этот ной в ковчег? Звастом в Куинсе? Но почему именно мне он достался? Ну, с ним всё в порядке. Вот только у вас нет шатра, чтобы давать представление. Вам придётся купить шатёр из несгораемой ткани. Кроме того, вы задолжали закорм за 6 месяцев и зарплату за 4 месяца. А как бы вы отнеслись к тому, если бы я вам продал цирк обратно за приемлемую цену? Я бы хотел быть от него на расстоянии в 10 тысяч миль. Побъять их моей мамой. Но я бы мог вам сделать ещё одно привлекательное предложение. Никаких предложений, даже если вы встанете на колени и посыпете голову пеплом. Ясно. Я долго с вами играл и прегрался в пух и прах. Я проголодался, и кроме того, не каждый день попадаются люди, готовые играть на львов. Верно. А вы представляете себе, сколько льву нужно мяса? Даже речь не о веканах. В джунглях я имею в виду обыкновенного, некрупного льва вроде... Вроде вот этого. Джеки, сюда. Что? Иди сюда, Джеки. Представляете, сколько нужно ему мяса? Понятия не имею. 18 килограммов в день. Какой хорошенький. Да, как котёнок. Естественно, не следует выдумывать лишнего, просто мясо. Вы понимаете? Понимаете? Я понимаю, что вы говорите. Понимаю. Ну, теперь вы знаете, что одному льву требуется 18 килограммов мяса, а у вас 37 львов, 14 тигров и пума. И одна пума. И вам нужно кормить их 30 дней в сентябре, апреле, июне и ноябре. Да, здорово. Здорово. Всё понятно. А вы когда-нибудь пытались продать их более крупному цирку? Например, цирку братьев Римлинг. А вы когда-нибудь пытались продать таблетки фирмы Картера? Уходи, Джеки. А может, стоит попытаться? Я с вами согласен. Значит, согласны. Да. По-моему, цирк – это что-то необычное, вроде белого слона. Хорошо, что вы об этом заговорили. А знаете, сколько ест слон в неделю, когда тепло или холодно, дождливо или солнечно? Понятия не имею. Он съедает несколько упаковок арахиса, 69 килограммов зерна или 90 килограммов овса, и ещё 189 в литрах чистой талой воды, которой всё это запивает. И не забывайте о тонне-сене. Тонне? Тонне-сене. Сене? Свежайшего. Но ведь это невозможно. Он лопнет. Он не переварит тонну сена. Слон может очень легко. Я ещё не рассказывал вам о гиппопотаме. Он не может жить на диете. Это ты, Газ. Гиппопотам – это здорово. Ну, где рыба? Рыба? А кто ест рыбу? Мистер Дизлбок, с вами хотят поговорить. Нам стоит самим представиться, если вы, мой маленький друг, не возражаете. Я очень рада, ведь это вы, мистер Дизлбок. Я очень рада, сэр, мадам. В соответствии с этикой и моралью, вы не отвечаете за действия своего предшественника. Но порой приходится. Будьте любезны, каждый подойдите, предъявите свои требования. Подходите. Вот, возьмите. И ещё. Приют Китти Пух для голодных кошек. Здравствуйте. Чем вам помочь, молодые люди? Так вышло, что у меня очень много голодных кошек. Я хочу выяснить, не может ли ваша организация помочь хотя бы временно. Разумеется, для этого мы и работаем. А величина кошек имеет значение? Ни малейшего. Наша задача – накормить любую кошку. Это желание нашего основателя. Симпатичный мужчина. Вы меня успокоили. У вас одна кошка или много? Много. Сколько? 61 и... Сколько? Где-то около 60. Большая семейка. Вы же знаете, как они размножаются. Знаете, есть методы контроля над этим. Я бы не хотела, чтобы мои слова показались вам жестокими. Вы в скором времени сможете принять под свою крышу небольшое количество наших милых пушистых друзей. Нет, это я бы хотел привезти вам кое-кого из своих. Боюсь, что в этом случае наш небольшой приют будет переполнен. Да, с нашими точно. А вы уверены, что они голодны? Ну, конечно. Я тогда напишу вам список. Вы все сможете получить в соседней комнате. Скажем, шесть бутылок молока, или лучше восемь. И еще немного свежей печенки. Сколько, по-вашему, печенки скушают ваши бедные милые крошки? Примерно... Три тонны. Три тонны? Мы могли бы взять хотя бы килограмм печенки. Зачем? На ланч? Нам надо мыслить гораздо шире. Вот в чем проблема. Да что вы. Когда я учился в колледже, я все время решал задачи. Тригонометрия, математика. И когда это было... Знаете что? Что? Наверное, я тогда вообще не думал. Я-то всегда думаю. Всегда пытаюсь выгодить что-нибудь. Вам приходится это делать, потому что у вас нет чувства безопасности. У вас нет такой работы, как у меня. То есть, какая была. Вам тогда приходилось бы вставать каждый день в одно и то же время, есть один и тот же завтрак, ехать на работу на одной и той же машине, сидеть все время за одним и тем же столом, а затем все наоборот. Очень банально. Вам даже не нужно думать при этом. Вы перестали думать точно так же, как однажды перестали делать зарядку по утрам. Терпеть могу зарядку. Я влюблялся в девушек из одной семьи по очереди. Я тоже. И не изменился. Привет, Нелли. Привет, Эллин. Прощай. Знаете что? Что? Вероятно, она была права. Я всего лишь старый неудачник. Вы шутите? Я раньше не видел такого лагуру, у которого в карване пусто, а дамочки вокруг так и вьются. Зачем создавать себе проблемы? Если есть проблемы, значит, должно быть решение. Если есть мозги, значит, должны быть и мысли. Понимаете? Не совсем. Если есть цирк, значит, он должен приносить деньги. Это по-вашему. А откуда берутся деньги? Уолл-стрит? Верно. А где на Уолл-стрит? В банке? Снова верно. А каким образом извлечь деньги из банка? Ограбление? Нет, нет. Надо пошевелить мозгами. Нет ничего невозможного, если думать головой. При помощи головы нужно пробить гранитный... Можно. Я пытался, перелетел через лошадь и врезался в стену головой. Барабу, штат Висконсин. Банкир из Барабу. Да? Там расположена контора цирка братьев Римлинг. И что из этого? Мальчишка из штата Висконсин с радостью болтался рядом с цирком, пока его не выгоняли. Все свое время он проводил там. Он подносил слонам воду. Отвезете меня к библиотеке? Рубил мясо для львов? Приносил сено для гиппопотамов? Разумеется, ему всегда хотелось убежать с цирком. Всем американским мальчикам этого хотелось. Банк Лин Саржин и компания. Очень дидактическая мысль, мистер Дидлбок. Мы старались. А вы интересуетесь цирками, мистер Саржин? Очень. Замечательно. А вы давно занимаетесь цирком, мистер Дидлбокер? Дидлбок. То займусь, то получу деньги, опять брошу. Если вы купили ваш последний цирк... Да. Надо думать, вы действительно большой любитель цирков. Ненавижу банкиров, а вы их ненавидите? Я не думал над этим. Давайте подумаем, когда ему захочется купить цирк. Чтобы уклониться от налогов, да? Нет, вряд ли не вообще платят налоги на доходы. Их имена встречаются лишь в начале списка. А мы за них платим. Не люблю я их за это. Может, ему жалко зверей? Банкиру? Нам нужно придумать неотразимый довод. Надо достать мясо. Достанем. Если бы вы были банкиром, что побудило бы вас купить цирк? Я бы не купил. Даже если бы у вас были деньги? Точно не купил вы. А я бы купил. Наверное, поэтому я купил свой. Я всегда думал, что куплю цирк, если разбогатею. Вы купили. Я бы расположил его в беднейшем районе города. Даром пускал бы в него ребятишек, только чтобы увидеть их лица. Вы бы быстро устали. Постойте. Вы говорите, что все ненавидят банкиров. Конечно. Вот, очень просто. Где тут еще банк? Полно банков. Так идем. Что будет? Мы продадим цирк. Джеймс Р. Смоук и компания. Джеймс Р. Доброе утро. Если бистер Смоук у себя, мы бы хотели его выкурить. Нам нужно попасть к нему. Вам назначено? Нам назначено. О чем будете говорить? О цирке. О чем? А вам какое дело? Идите. Я вас не задерживаю. Там внутри полно людей. Попробуйте. Придурок. Пойдем, Морни. Ненавижу банкиров. Ну? Слушай, ты. Мы плохо все обдумали. Надо продумать все до самого конца. Что ты будешь делать? Что сделают они? Что ты сделаешь потом? Что они сделают? И что сделаешь ты? Вы играете в шахматы? Нет. Я тоже нет. А если бы вы надели другой костюм, большую шляпу? Зачем? Чтобы их напугать? Нет. Нам нужно придумать что-нибудь особенное. Мы могли бы захватить пару дубинок. Нет, нет. Нам нужно выработать программу. Вы слышали когда-нибудь о троянском коне? Вы о скачках? Ничто другое не приводит к успеху, кроме успеха. Нет. Кроме мыслей. При помощи мыслей можно проникнуть за гранитные стены. Урод. Нам нужна только хорошая мысль. И все получится? Точно. Все будет как надо. Точно. И братой урод. Не обращай внимания. Я придумал. Что? К половине четвертого мы будем уже в тюрьме. Выйдем оттуда в 16.45. Несомненно, моя задея удастся. И что же? Мы продали цирк. Опять? Опять. Уже уходите? Мы вернемся. Увидишь глупая башка. Точно. Точно. С моей стороны, я не обязан вам предъявлять свои многочисленные напоминания. Мы не обязаны предъявлять. Да. И обстоятельства внуждают нас довести до вашего сведения, что нам приходится взять ваше здание под свой контроль. И таким образом... Продолжение следует... Я надеюсь, мы вам не помешали. Что это? Вы, судя по всему, мистер Смоук. Надеюсь, вы найдёте для меня пару минут своего драгоценного времени. Мистер Смоук! Где же вы? Подожди, Джеки. Не надо. Не надо. Уберите. Уберите этого зверя. Он очень добрый. Он и мухи не обидит. Поздоровайся с мистером Джеки. Пусть выпьет. Это пустячок. Называется Дидлбок. Да, да, да. У меня очень мало времени до приезда полиции, так что я буду очень краток. Всем известно, что вы владелец значительного состояния. Ложь. Поскольку вы являетесь банкиром, я пришёл сюда, чтобы обратить ваше внимание на бесплатный цирк для детей имени Джеймса Эр Смоука со взрослых за вход 55 центов. Вспомните, что богатейшие люди мира тратили миллионы, чтобы завоевать популярность. Я же сделаю вас любимцем публики в одну ночь и бесплатно. Да, да, во всём мире продаётся только один цирк. Тихо, Джеки. Это мой цирк. Теперь владельцем цирка для детей будет Джеймс Эр Смоук со взрослых в ход 55 центов. Я продаю его за 30 тысяч долларов, а пока я даю вам время на раздумья. Меня зовут Дидлбок. Всего хорошего. Идём, Джеки, малыш. Всего хорошего. Дидлбок с Б в середине. Дидл... Счастливой оставаться. Джеки, вперёд. Всего доброго. Всем пока. Пока. Всего доброго. Я предлагаю вам стать хозяином бесплатного цирка для детей со взрослых за билет 50 центов. Вам ведь известно, мистер Морган, что вас все ненавидят. А благодаря моему плану вы станете всеобщим любимцем. Привет! Вперёд, Джеки! Мистер Блэкстоун, вас все презирают и ненавидят. Мой план рассчитан на то, чтобы устранить эту несправедливость путём создания бесплатного цирка для детей имени Блэкстоуна. Со взрослых за вход 55 центов. Бросьте-ка этот пистолет. Извините, что пришлось вот так ворваться, но хочу вам сообщить, МакДакет, что отныне вы владелец бесплатного цирка для детей со взрослых за вход 55 центов. Молодые люди, почему вы врываетесь сюда без стука? Почему с вами собака? От неё дурно пахнет. Убирайтесь, или я позову охрану, если не найдут этот чёртов звонок. Вас выпроводят. Проваливайте. Цирк имени МакДакета сделает вас всеобщим любимцем. Не хочу быть ничьим любимцем. Никого не люблю, и меня тоже никто не любит. Меня это устраивает. Выпейте с удовольствием, это я люблю. Цирк имени МакДакета будет. Отлично. Это лучший друг человека. А теперь уведите отсюда этого пса. Терпеть не могу собак. Где ты? Выходи. Я чувствую, как от тебя несёт, но я не... Помогите! Нет, нет! Джеки! Ищите Джеки! Джеки! Где он? Джеки! Стой, Джеки! Стой, Джеки! Стой! Стой, Джеки! Что это с вами? Зачем вы так сделали? Джеки! Хватайте его, Джеки, и вернись! Джеки, стой! Джеки! 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 Хватайте его! Слышите, и вернись! 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 Стой! Стой, Джеки! Джеки! Малыш, стой! Подожди! Джеки, стой! Заберитесь в окно и тащите его изнутри. Ладно. Стоять! Оно закрыто! Попробуйте другое. Хорошо. Ну же, Джеки! Опять не получается. Попробуйте вот это. Только осторожнее. Вот это. Осторожнее. Тоже закрыто. Попробую другое. Быстрее, ладно. Осторожнее. Дайте руку. Стойте там. Дайте мне руку. Не надо. Помогите! Давайте руку. Ну только осторожно. Что вы делаете? Осторожно. Нет. В чем дело? Нет, нет, нет. Иди. Я боюсь. Хорошо. Давай по-другому. Разбил очки. Я отдал долг только через три недели. Где я? Осторожно. Помогите! Помогите! Мистер Диддлбок. Простите, мистер Диддлбок. Что вы делаете? Мы говорили о куче денег. Осторожнее. Нет. Держитесь. Держитесь. Все нормально. Будь там, Джеки. Пойду искать окно. Не напугайте Джеки. Его нелегко напугать. Скорее всего, он нас напугает. Стой, Джеки. Я больше туда не полезу. Стой, Джеки. Ты отличный лев. Минутку. Постой, постой. Все будет хорошо. Подожди немного. Подожди. Зачем ты это сделал, Господи Боже? Стой, Джеки. Стой спокойно. В чем дело? Не могу. Не обрежьтесь. Я же вам говорил не шуметь. Ну как тут не шуметь? Вы же сами видите, что творится. Посмотрите, что вы наделали. Какой ужас. Вы его видите? Конечно. Вот он. Джеки. Давайте. Вот так, Джеки. Молодец. Иди сюда. Вы меня держите? Конечно, держу. Я держу вас. Джеки, иди сюда. Я держу вас. Спокойно. Нет. Нет? Нет, нет, нет. Держите же. Нет. Иди сюда, Джеки. Я почти. Что вы там копошитесь? Быстрее. Я же вас держу. Джеки. Иди сюда. Подождите. Я поймал тебя, да? Все хорошо. Стойте. Типа, держитесь. Я держу вас сам. Держу. Я должен встать. Вот так. Так. Минутку. Вы в порядке? Держите? Держу. Так, отлично. Нет, нет. Не могу его схватить. У него цепь свисла вниз. Я должен его схватить. Держите же меня. Подождите. Что? В чем дело? Жаль, что у меня нет очков. Держите же. Держу. Я пошел. Да. Держите. Держу. Не отпускайте. Держу. Я иду. Я держу. Осторожней, мистер Диддлбок. Я схватил его. Вы меня держите? Конечно. Но ваш голос так далеко, а вы рядом со мной. Что? Что? Помогите. Помогите. Уорни. Помогите, Уорни. Мистер Диддлбок. Помогите. Джеки. Дайте руку. Руку. Уорни. Мистер Диддлбок. Помогите. Вот моя рука. Вот рука. Держитесь. Помогите мне. Нет, Джеки. Нет, Джеки. Помогите мне. Быстрее же, помогите. Помогите. Мистер Диддлбок. Мистер Диддлбок. Вот рука. Иди сюда. Я здесь. Нет. Нет. Вот моя рука. Да сделайте что-нибудь быстрее. Ладно, черт возьми. Ладно, сейчас. Я помогу. Я смогу вам помочь. Я помогу. Держитесь. Мистер Диддлбок. Держитесь. Быстрее, быстрее. Держите палку. Я держу вас. Держу. Все отлично. Что вы творите? Все нормально. Держитесь. Что вы делаете? Нет. Помогите. 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 Держитесь. Сюда. 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 Помогите. Да помогите же. Помогите. Хватайтесь за руку. Помогите. Хватайте его за руку. Хватайте. Помогите. 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 Помогите! Не стреляйте! Помогите, помогите, мистер Диддлбок Помогите, помогите! Да слезьте же с меня Молодец, сюда, молодец, Джеки, Молодец, слава Богу, слава Богу, он просто молодец Нет, мы все молодцы, но он просто молодец, он спас нас, господи, всё в порядке, всё в порядке? А вы в порядке? Вы в порядке? Господи, Лунатика Лев пойманы, мистер Гарольд Диддлбок Спокойно Помогите, помогите, помогите! 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 Держитесь! В чём дело? Извините, это больше не повторится, господи! Здесь так здорово! Но вам же не нравится тюрьма? В данный момент нравится, но я здесь долго не выдержу Скоро мы отсюда выйдем Не будем торопиться! Мы должны выбраться во что бы то ни стало Это не по плану Ещё бы! Мы сели в тюрьму в половине четвёртого Вы правы Без пятнадцати пять мы должны выйти Я согласен Джеки, главное, чтобы ты сбежал Они должны быть здесь с чеками Кто? Банкиры Они обязаны прийти с чеками Самое лучшее в мире Это отличная идея Идея не подводила и не подведёт сейчас Всё спланировано Ещё немного и нам пришёл бы конец Вы представляете, в какой мы заднице? Это они Кто? Банкиры Смотрите и учитесь, как говорится Да, точно Отлично Молодая леди внесла залог Молодая леди? Секретарша банкира Наверное, послали Пошли Здравствуйте, мистер Диддлбок Извините, что я... Что это? Это Джеки, не обращайте внимания Вы внесли залог Мы с семьёй внесли залог Она не выйдет? Нет Не только я платила, а гортензия внесла самую большую часть денег Ещё бы Когда мы уверены, что он не опасен Нет, они охотятся только в дикой природе Спасибо, мисс Отис Как только у меня будет минута, я вас отблагодарю Но у меня нет проблемы Всё это часть плана План не подведёт Не подведёт Я думала, у вас проблемы Неужели я похож на того, у кого проблемы? Вы не встречали банкиров по дороге? Нет, мистер Диддлбок Там был цветной Что он делал? Мыл пол У них было полно времени По крайней мере, один из них должен быть уже здесь Даже в газетах это написано В полицейском участке Вы без труда меня нашли? Я не читала газет, меня подвёз кучер Такова жизнь Я много думал, когда вы совершали свой акробатический этюд Спасибо Мне очень жаль, мистер Диддлбок Не понимаю, почему вы расстроены Может быть, вас ещё разок арестуют, если уж это ваш план Знаете, я просто не могу это понять Пойдём, Уорни Отвезём мисс Отис домой Это всё, что мы можем предложить Вернёмся, заберём Джеки Я бы с радостью сел обратно в тюрьму, если бы можно было вернуть ваши сбережения Да, не говорите так, не расстраивайтесь Бывают хмурые дни Я знаю, перед циклоном Что полицейский участок в Беттери Парке делает на Кеннел Стрит? В Беттери Парке? В газетах написано, что я был там Вы были не там, там нет места Журналисты всё перепутали, вас с Ольвом отвезли сюда А где участок в Беттери Парке? Конечно же, в Беттери Парке Тогда чего мы ждём? Садитесь! Быстрее! Садитесь! Быстрее! Я же вам говорил! Быстрее! Поехали! КРИКИ КРИКИ Тишина! КРИКИ 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 цирк? Нет, я готов. Что? Что? Я тоже попробую. Отлично. Братья Риллинг, Бармен и Бейли, плачу больше остальных. Выпейте. Бребен и Бейли, паучу Девушки отдыхают Вы же помните, что работаете в фирме В какой? В которой работали раньше Я... Конечно, начальник сказал, что создание бесплатного цирка – это великолепная идея У вас теперь есть личный счет Сержант купил цирк? У него есть свой Его купили братья Риллинг, Бармен и Белли Купили эти братья за деньги? А за что же еще? Но там были банкиры, которые хотели купить цирк Но братья хотели купить больше, чем другие И все ради идеи о создании бесплатного цирка Банкиры этого не хотели И к тому же банкиры не смогли бы вам предложить 150 тысяч долларов 150 тысяч долларов? Если братья Барриллинг что-то не нравится, то это навсегда Им не нравится Им не нравятся бесплатные цирки Они купили его за 175 тысяч долларов 175 тысяч? Я так рада за вас, мистер Диддлбок Вы получили так много за такое короткое время Я вами очень горжусь Вы, наверное, очень умный 175 тысяч? Правильно Тут написано У вас обручальное кольцо, я помню 175 тысяч Как красиво оно смотрится на вашей маленькой ручке 175 тысяч Все ясно Что такое, мистер Диддлбок? Это должен быть счастливейший день в моей жизни Работа, деньги Но все не так, забавно, правда? Я не совсем понимаю Что непонятного? Я хотел сказать, что очень рад за вас Не думайте, что я это имел в виду Но я только что чуть не угробил остальные цирки Вы говорите, что я теперь работаю в большой фирме Занимающейся рекламой А я даже не знаю, сколько я буду там получать И опять я потерял самую красивую девушку в мире На этот раз последнюю Я, конечно, безумно счастлив Простите меня за такие мысли Теперь скажите, где вы живете Я отвезу вас домой Значит, вы не помните? Что я не помню? Что я должен помнить? Я теперь должен учиться забывать Не помните, что женились на мне? Что женились на мне? Что вы сказали? Я сказала, что вы женаты на мне, мистер Диддлбок Женаты на мне? Как я могу помнить об этом? Когда вы все время повторяете про этого Диддлбока? Значит, вы не помните, как ночью подошли к кустам с большим оркестром? Каким кустам? Вы разбудили весь квартал, когда говорили маме, что должны жениться на одной из ее дочерей А потом вы завернули меня в большой бархатный плащ, который оказался занавеской Вы скакали голубым всю дорогу в Нью-Джерси Вы в своем уме, мисс Оттис? В своем я уме? Конечно, мистер Диддлбок Это ужасно, я никогда себе этого не прощу, если покину вас Ведь между нами такая разница в возрасте Я не готов целовать землю под вашими ногами Но, представляя нас вместе, я просто бредил, был в безумии Почему вы не сопротивлялись, мисс Оттис? Почему? Потому что вы были неотразимы Неотразимы? Что за чушь? Посмотрите на меня Я и так смотрю И что вы видите? Своего мужа Своего мужа? Жалкий, глупый, сентиментальный неудачник У нас еще есть время исправить эту ошибку Эту глупость Мы что-нибудь придумаем Думаю, это будет непрактично, мистер Диддлбок Вы сможете уехать в Рино, в любое место Теперь я это могу себе позволить Почему вы считаете, что это будет непрактично? Я всегда хотел заботиться о вас И был щедр с вами Все, что есть у меня, это ваше, мисс Оттис Все Все, что есть у меня, тоже ваше, мистер Диддлбок И еще я хочу сказать вам, что не поеду ни в Рино, ни в какое другое место Мистер Диддлбок Вы так долго думали, прежде чем решились войти в нашу семью Что теперь, когда вы наконец-то с нами, мы вряд ли вас отпустим Но, моя дорогая мисс Оттис И еще я хочу сказать, хотя вы меня и не спрашивали Я люблю вас, мистер Диддлбок Моя дорогая мисс Оттис Я... я... дорогая Вот что я делал в среду Конец фильма Кинокомпания California Pictures благодарна за то, что Гарольд Ллойд разрешил использовать отрывки своего фильма «Новичок» Она также благодарна Уэлли Вестмору и Роберту Перрису за помощь в создании образа героя Гарольда Диддлбока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok